Приветствую вас и вначале мне бы хотелось сделать небольшое уточнение относительно вашего вопроса и сказать, что по своему типу, по своему смыслу, вопрос больше подходит для соответствующего запроса в категории эзотерики. Вы спрашиваете о том, думает ли о вас молодой человек, и при этом вы хотели бы получить от нас какой-то определенный ответ на эту тему, но, к сожалению, психологи не дают подобных ответов, потому что мысли других людей, да и мысли клиентов, в принципе, тоже психолог прочитает. По определенным реакциям, по определенным внешним вербальным и невербальным проявлениям можно прочувствовать ту или иную реакцию человека. По определенным движениям, по поведенческим моделям можно прочувствовать настроение человека, можно прочувствовать его желание, но прочитать мысли нельзя. Поэтому, я не буду говорить вам о том, что ваш молодой человек не думает о вас, я также не буду говорить о том, что ваш молодой человек думает о вас. То есть, ни да, ни нет, на ваш вопрос ответить я не могу, потому что это не моя, да и, в общем-то, не думаю, что чья-то из экспертов данной области сферы действуют. Но вы задали вопрос в разделе психологии, и, значит, вы хотели бы получить ответ в эту область, потому что вопрос в разделе эзотерика у вас тоже есть, я перед этим его посмотрел. Вы пишите, что вы не виделись с парнем два с половиной года и постоянно думаете о нем, пытались его забыть, но мы все равно возвращаемся к нему. Значит, два с половиной года вы постоянно думаете о мужчине. Первый главный вопрос, на который я бы хотел, чтобы вы ответили, заключается в том, в каком контексте вы о нем думаете. Два с половиной года человек уже, может, живет своей жизнью. Человек уже, может быть, ну, может быть, забыл о вас, в каком контексте вы о нем думаете. Это важный вопрос, потому что в зависимости от ответа на него можно понять, что вы хотите от этого мужчины, что вы хотите от него повышить. Что вы хотите от него ощущать. Чем он так уникален для вас, что вы все время о нем думаете. Второй важный аспект. Как вы перестали общаться. То есть, вы пишите, вот, не виделись с парнем два года. Не виделись. Это значит, вы не можете общаться, вы не можете взаимодействовать, вы не можете этого сделать. Почему? Что мешает вам общаться дистанционно и, если есть возможность, соответственно, как вы этой возможностью пользуетесь или нет. Если нет, то почему? Если да, то понятно, что ваши мысли все равно приходят. Значит, значит, дистанционное общение вам не нравится, но, тем не менее, это важный момент. Причина, по которой вы не можете видеть с парнем. Что мешает, что не дает. Эти причины, препятствия на пути вашего взаимодействия грозят в себе источник осознания, отсутствие общения с ним. Вот, пока вы эти источники, пока вы вот эти вот моменты для себя не осознаете, не поймете, не увидите, вы будете о нем думать. Почему? Потому что вам сейчас, по всей видимости, кажется, что то, что вы не видите с парнем два с половиной года, это, вообще-то говоря, необходимость. То есть, это выносимая мера. Вы хотели бы и думаете, что он хотел бы, но вы не встречаетесь. Либо, если вы знаете, что он с вами встречаться не хочет, а это тоже можно понять из вашего сообщения, причем из вашего прерывающего сообщения тоже, то тогда получается, что у вас от него зависимость. Если вы не можете забыть мужчину, достаточно долго, постоянно о нем думаете, не можете начать новые отношения, не можете строить свою жизнь, значит, у вас от него зависимость. Зависимость, это всегда потребность. Это ваша потребность, это потребность в чем-либо, которую вы осуществляете через человека. Либо это борьба за страхом, ну, перед чем-либо, неважно здесь, перед чем именно. В любом случае, это борьба за страхом. И через мужчину вы пытаетесь этот свой страх побороть. Точно вы не можете, допустим, построить новые отношения и не имея возможности реализовываться, как женщина, может быть, как жена, если вы хотите из семью, Вы, подпитываете тем самым, вот этими неудачами, твои мысли о нем. Мысли о нем, как о единственном выходе, о единственном восьмойном варианте реализовать ваше желание. Желание любить, быть любимой, желание иметь семью. Почему вы не можете построить новые отношения? Ну, во-первых, потому что неосознаны ваши желания, потребности, которые вы пытаетесь через человека удовлетворить. И, соответственно, их игнорирование приводит к тому, что вы, во-первых, сравниваете молодого человека с другими. И понимаете, что другие не могут ваше желание удовлетворить на данный момент в полном объеме. Вам это очень нужно. И из-за этого вы, как бы, лишаете шанс этих других мужчин. Во-вторых, очень вероятно, что вы своего молодого человека идеализируете. Находясь на расстоянии, вы видите в нем только положительные черты и те характеристики, которые хотите видеть. Но нереального человека. Тем более, если он отрывал головной горе, он мог измениться. И это тоже важный момент. Этот момент нужно проговорить, чтобы получить более реалистичное представление от человека. Чтобы не иметь или же, не тесать себя пустыми надетами. Если есть какой-то вариант попробовать с ним как-то выяснить отношения, понять его намерение, обязательно это нужно попробовать, обязательно это нужно сделать. Но только ждало, чтобы понять, насколько мужчина серьезно относится к вам. Кто вы для него. Если он не видит с вами связь, не видит с вами дальнейшей жизни, то тогда нужно работать со своими желаниями. С тем, что вы хотите получить от мужчины. И удовлетворение об удовлетворении этих потребностей напрямую так, чтобы, во-первых, быть в отношениях независимыми. Чтобы в отношениях быть равны, чтобы не думать о нем и пытаться забыть. А чтобы для себя понять, что если мужчина не с вами, значит, он не хочет. Если вы мужчину любите, значит, желают им им счастья. А если он не с вами, значит, без вас он счастливее. И вам этого достаточно. Но если вам этого не достаточно, значит, вы хотите от него получить. И вот это является корнем вашей зависимости. Корнем от того, что вы не способны нажать новую линию без него. Вот в данном ключе вам нужно подумать. Данное направление вам стоит проработать. Еще раз обязательно скажу вам так. Данный аспект проблемы, данный взгляд на проблему, является исключительно с точки зрения психологии. Если вы вдруг по ошибке направили свой вопрос в раздел эзотерики, но вот случайно разместили его в психологии, то прошу вас еще раз свой вопрос задать в том разделе, где мы хотели изначально, а ответы экспертов в области психологии, ответы экспертов этой области, нашей области, оценить по степени полезности вам. И прошу отнестись к пониманию, что мы не смогли ответить на ваши вопросы однозначно. Это не наша сфера. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личный пункт, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Игорь Негода